друзья приветствую александр из питера передал образцы масла кастрол магнатек профессионал 530 значит это опять бы 5 масло описание автомобиля условия эксплуатации ну и две баночки свежая отработку значит первое что необходимо сделать создать эталон данного масла ну чтобы сравнить с ним отработку так я закладываю пару капель обновлю сейчас спектрограмму подкорректирую при необходимости вот такой спектр видно значит то есть бугорок эстеровый вот он пожалуйста 12 примерно 12-13 сотых по аналогии с мобил один я бы сказал что здесь в районе двух процентов эстеров два процента это уже такой уровень где может быть погрешность при кислотном щелочном далее смотрите что намерил прибор 104 процента по противоизносным антифрикционным присадка но это болванку я создаю из кастрола 030 поэтому ничего удивительного что рядышком здесь сейчас подправлю гликоль в нулевый виду сажу при необходимости и вот прибор намерил значит 187 кислотное и 87 щелочное но при таком уровне эстеров значит они дают небольшое занижение значит щелочного и завышение кислотного потому что по длине волны совпадают с карбоновыми кислотами так поэтому я подправлю 9 и 7 я поставил значит щелочное 1 и 8 кислотное честно говоря я уже давненько проверял недели три назад это масло и не помню откуда я данные взял то ли производителя то ли лабораторные все это лови сохранил можно проверять отработку это у нас kia sport touch девятого года двухлитровый бензиновый мотор 141 сила пробег автомобиля 174000 пробег на масле 4000 при средней скорости 228 часов так смотрите она средняя скорость условно потому что александр написал 15 до 20 километров в час ну я просто среднюю ту тупо среднюю высчитал значит противоизнос на присадок 63 процента гликоля 3 десятый на это стоит обратить внимание смотрите нарастает нитрова не пассажи в общем-то стабильная такая для городской езды типичная ситуация три сотых так немножко нарастает чуть больше единицы наросло кислотная ну как бы побыстрее чем обычно значит и снижается плавненько щелочной но здесь нормально в общем-то запас еще есть и обратите внимание на воду 1400 ppm вместе с колем это может говорить о попадании в масло антифриза то есть вода высокий уровень и значит и гликоль может говорить именно попадание антифриза александру стоит обратить внимание на уровень антифриза значит на наличие эмульсии нащупим на крышечке ну так присмотреться к этому вопросу потому что антифриз масле это очень плохо так вот сравнение вязкости значит свежая отработка но для такой невысокой средней скорости и до городской езды короткие поездки в общем то все нормально я бы сказал плюс 30 процентов к максимальной от максимального разжижения да не забывайте поставить палец вверх подписаться нажимайте колокольчик если не хотите пропускать новые видео вот сейчас покажу вам оценку ресурса значит вот значение то что было то что стало по пробегу и смотрите значит мощи нейтрализующие свойства 330 моточасов 5800 километров и значит ресурса я по прогнозу ограничил не трава не 289 моточасов 5000 с небольшим километров но не трава не то может быть воздушный фильтр забиты это может быть катализатор прорыв картами газов здесь сожалению не указано было ли какая-то доливка вот чтобы судить о прорыве газов ну вот ситуация с нейтрованием я думаю что масло способна было бы и лучше отработать нейтрование в общем-то сокращает ресурс масла вот вот такая картина я считаю что масло в принципе отработала неплохо мне кажется что наверное часов 350 360 она могла бы отработать в нормальных условиях здесь есть какая-то небольшие проблемы с мотором в частности антифриз вот с водой вместе ну вода тоже может быть от эксплуатации но в любом случае я не утверждаю я как бы рекомендовал бы посмотреть я по крайней мере на месте александра бы сделал это присмотрелся вот лучше как говорится намного дешевле и эффективнее выявить проблему на ранней стадии и решить ее чем потом капиталить мотор в данном случае вот такая ситуация что по почему антифриз и вреден я читал мне где-то есть статья что под воздействием высокой температуры и высокого давления значит антифриз там таких кристаллы соли они кристаллизуются особенно вот на вкладышах и могут спарывать просто покрывной слой вкладышей вот дословно вам озвучиваю грубо говоря как вспахивать вот 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 такой негатив от антифриза может быть ну вот такой получился тест благодарю александра за предоставленные образцы за поддержку канала все кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких всем мира увидимся в следующих видео пока